Оу, мистер Кролл! Ивановский драматический театр приглашает маленьких зрителей и их родителей на премьеру. Новый спектакль – это микс из сказок, в основе которого лежит история, как братец-кролик превращается в мистера Кролла. Главная задача этой сказки – научить детей думать головой. В любой ситуации всегда можно найти выход. Это, наверное, основное. Кролик в этой сказке попадает в различные передряги из-за своего собственного хвостовства. Да, где-то ему помогает удача выпутаться из сложившейся ситуации, но в конце, в итоге, он уже сам собрался, головой подумал и сам уже решил самую серьезную проблему. Режиссер постановки Екатерина Тихонова приехала в Иваново из Санкт-Петербурга. Это третий по счету спектакль Екатерины, но первый на большой сцене. Два спектакля до этого были в городе Санкт-Петербурге. Это камерные, малые сцены. Первый раз с работы на большой сцене. И, конечно, это прекрасная возможность проверить себя. Это очень-очень правильный, хороший, нужный мне, как молодому специалисту, опыт. Актеры отмечают, с новыми режиссерами всегда интересно работать, особенно с молодыми, когда на сцене есть место экспериментам. Мы всю новогоднюю кампанию будем играть в сокращенную время. А на абонемент в январе мы будем двухактовый уже спектакль. Вот там как раз сложность техническая, там когда с колодцем завязано. Просто в сокращенной версии этого нет. Это колодец, когда братец-лис готовит ловушку братцу-кролику. Кролик улетает вверх, его приподнимает довольно-таки очень высоко. Потом туда попадает волк, потом туда лис. Это все на уровне колодца, на высоте. Это безумно так красиво с таким, мы будем говорить, такие небольшие трюки. Чтобы перевоплотиться в братца-лиса, артисту Евгению Новоселову пришлось применить всю свою врожденную хитрость. И хотя, казалось бы, сказка детская, работая на дне всерьез. Как раз та самая петербургская школа, которая работает не то чтобы со словом, а с каждой буквой. То есть она работала над жестами, над мимикой. То есть это не только расставить безнаценно. Побеги туда, побеги сюда, скажи то. А почему? А зачем? А что ты ел на завтрак? Вот примерно так. То есть очень глубоко копали. Хотя это и детская сказка. Сказка настоящая, добрая, поучительная. В этой истории есть мораль, которая будет понятна не только взрослым, но и детям. Причем ни тем, ни другим скучать не придется. Любовь Почерникова, Михаил Генгуров, РТВ Иваново.